так сегодня у меня вот такая красота рядом гортензия а я переваливаю свои бегонии уже вот так перевалила думаю чужие с вами не делюсь то ну такие горшочки на подвесах но не факт что они будут ампеля поэтому что будет то будет так и еще вот столько у меня вот красоты вот этой вот у меня еще бегонии уцелевшие конечно их нужно перевалить те которые подтянулись нужно подрезать ну а грунт у бегоний хочу сказать это вообще без всяких заморочек если вы возьмете простой торт добавите туда конь удобрения то это будет самое лучшее ну перлит вермикулит да но перегной нет вот земля тоже без всяких примесей если вы будете добавлять лесную землю пожалуйста ну совсем немножко мог еще можно добавить схлабнул где-то он у меня был вот так он у меня лежит не использованный знаю даже даже не хочу им пользоваться если честно но купила прям все начали хватать и я побежала но это не панацея как говорится ночью вот это вот ну просто что он может забирать воду впитывать потом отдавать ее как бы бегонии не любят залива перелива вообще-то растение для ленивых для особо занятых как говорится поэтому делаем почву даже не но не хочу я вот эту мочалку и положить даже сюда но в один горшок вот так закину и нет у меня ни осмокота ни база кота было бы очень хорошо если сюда добавить провагированного удобрения вот а есть у меня но фосфат калия сейчас покажу вот он и думаю почему бы его и не добавить вот сюда я его сыпанула так немножечко можно еще сыпануть так я не по каким-то меркам мензурка ничего не отделяю вот хорошо перемешала его и все не переборщить главное лучше меньше чем больше так ну и теперь далее покажу вам далее как это делается так ну например вот это растение беликония soft orange красивый сорт полуампель как мы его пересаживаем ну что вот незамысловато мне уже есть на канале методом перевалки я люблю пересадку сейчас это метод перевалки забиваем вокруг бегонии вокруг стаканчика в котором она пока еще живет всю территорию хорошо грунт у вас должен быть как я уже говорила вот он вот он держит ком хоть тут играть не надо так мочить ну как не надо надо всю приятная влажность такая должна быть и не перелив не болото и не засуха и не пустыня как говорится вот так плотненько все достаем фокус видите так и вытаскиваем наше растение аккуратненько корешки вот некоторые я переваливала сейчас уже были полностью сформированы корни здесь еще можно было и подержать в этом стаканчике и при этом пересадку мы делаем небольшую емкость ну точно не надо в 2-3 литра вот этот горшочек который я пересаживаю полтора литра всего лишь всего лишь он полтора литра вот можно отряхивать корешки да если они прям сильно переплелись конечно желательно бы их подразрезать так сюда добавим немножко грунта и утопим нашу бегонию вот так все обкладываем конечно еще я люблю полные горшки чтобы земли были я не люблю наполовину все половинчатая все чтобы полностью наполнить так ну вот так вот видите вот такое нас растение получилось можно стряхнуть просто сухой желательно тряпкой все горшочкой вот он у вас уже чистые все прекрасно подвес прицепляем можно подвешить но при пересадке желательно конечно растение поберечь это что значит это поставить темную комнату бирку втыкаем обратно можно так можно это как хотите чтобы она была читаем а маркеры выбираем те которые не выцветают можно карандашом подписывать на самом горшке но тогда повторное его использование уже нужно будет очищать от надписи вот а так бирочку при пересадке ну может быть еще вот это бегония может быть еще за лето она переедет у меня ну 2 литра ну не более а в зиму желательно бы отправлять их пересаживать канал светлана света которая мне передавала эстафету тепличников вот я ее посмотрела и она говорит что нужно на зиму бегоний обратно маленький объем пересаживать для того чтобы не перелить не заливать покой зимой у бегоний поэтому они могут и пропасть и так же я поняла и с компонулами за со многими цветами так у которых тонкие корешки слабая корневая система желательно на зимовку переваливать маленький объем но впереди у нас сейчас еще май месяц еще лето поэтому надеемся что она очень хорошо разрастется ну вот это я вам показала да это метод перевалки ну метод можно и пересадки сделать так вот еще один хороший кустик бегоний можно и полутень держать и солнышко даже ярко она может к этому привыкнуть вот но она не любит перелье то есть поливаем изредка манго я их еще только изучаю я и все никакой не аз этих бегониях я только вот что-то азы какие-то усвоила и делюсь с вами видите как бы кустики не погибли растут укореняются у меня ну поэтому думаю можно уже теперь и опытом своим поделиться так верхний слой можно и снять убрать вот и сверху свеженького насыпать по питанию бегоний она не очень требовательна можно и с поливом ну опрыскивать не желательно по листве потому что видите как что остается на листве какие размывы поэтому лучше носить удобрение при поливе вот как часто но не подскажу мне кажется надо живут и без полива с удобрением будет прекрасно себя чувствовать но мы внесли сейчас монофосфат сюда в грунт так а это уже называется метод пересадки когда мы берем растение вот все корни разрыхлили так вот аккуратненько нежненько потрогали и набрали в горшок грунта присадили да и обсыпали вот перевалка конечно это вообще фокус здесь немножечко но как бы растение травмируется стороны сторону болтается но вообще бегония она любит даже вот когда выращиваете ее из маленьких маленьких 7 мечик знаете как это трудно делать и через полгода она только зацветает может быть в хорошем случае то она любит когда ей тревожат корни и пересаживают пересаживают будоражит ее как говорится любит движуху вот это на канале у адель конечно я посмотрела а вот так что учитесь тратьте свое время свободное на саморазвитие на изучение сейчас в интернете в ю тубе столько в информации столько блогеров которые занимаются цветами делятся своим опытом это все здорово бесплатно пожалуйста знание получайте удобное вам время когда хотите хоть ночью до лежа в кровати поэтому ну вот так вот такие нас на бегоньки конечно летом покажу я что с ними будет как они будут и сейчас у меня нет в растении цветущих бегонию кроме вечно цветущих вот кроме них и там некоторые соленья еще там две три цветет все великоне нет пострадала моя беликония красавица вот обрастает она при этом обрастает хочу все таки ролик сделать как бегония может из какого состояния в какую красавицу превратиться главное правило и и не заливать самое золотое правило выращивание бегоний что на я вам желаю как всегда всего самого наилучшего продолжу и дальше пересаживать своих красавиц и до встречи на канале мой сад